Славянская радио Всем здравия! С вами Народное Славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей. 5 октября 2016 года среда. По одному из старинных 15-й день месяца божественного начала 7525-го лета осьмица. Мы сегодня будем говорить в эфире про загадки Луны, про домыслы и факты, которые вокруг Луны крутятся, вертятся, существуют, создаются и раскрываются. И автор-соведущий Вадим Чернобров. У нас сегодня здравия тебе, Вадим. Добрый вечер всем. Рад вас слышать. И приступим. У нас тема огромная. Так что отдыхать нам, наверное, не стоит. Согласен. Сразу быка за рога и вперед. Ну, во-первых, о чем пойдет речь? О нашей замечательной соседке, которую мы все любим наблюдать, любоваться, наслаждаться этим зрелищем. Зрелище навевает, естественно, на романтический дух. Под луной принято рассказывать самые трогательные истории, говорить о любви, думать о вечном и так далее и тому подобное. Ну, поддерживая такую уже устоявшуюся традицию нашего замечательного славянского радио, я начну, наверное, с календаря о том, чем славится этот день и этот вечер, во время которого мы беседуем. Даты интересных юбилеев, как всегда, в любой день предостаточно. У меня есть специальная книга, еще пока не изданная, «Календарь аномальных явлений». И вот, заглядывая в этот день, я вижу, что относительно темы нашего разговора сегодняшнего тоже сегодняшний день, сегодняшняя ночь отметилась несколькими замечательными событиями. Ну, на самом деле, события рядовые. Значит, в 1967 году астроном Харрис наблюдал в море спокойствие. Для справки, это то самое море, где через два года после этого события будет проведена посадка Аполлона-11, первого корабля, который сел на луну пилотируемого корабля. Мы об этой пилотируемой программе еще поговорим. Так вот, он наблюдал яркое пятно, которое двигалось со скоростью 80 км в час. Значит, он рассчитал скорость, внимательно очень наблюдал. Значит, уже ближе к нашему времени, в 2014 году, то есть ровно два года назад, наша известная в наших кругах одна из активисток программы «Лунный патруль» наблюдала над луной еще один объект. Сейчас я найду это описание. Это было в ночь на 6 октября 2014 года. И вот, согласно этому описанию, которое прислала Светлана Тюленева, она видела над луной темный веретенообразный объект в окрестностях кратера Гассенди. Тоже название будет фигурировать в нашем сегодняшнем разговоре, так же, как и море спокойствия. В отличие от астрономов прошлого, она пользовалась хорошей современной фототехникой. И она фотографирует хороший фотоаппарат с увеличением 36х. И вот в этот день она сделала 24 снимка этого объекта. Объект, где находится этот объект, точно сказать нельзя, поскольку и наблюдения 67-го года, и наблюдения 14-го года, они делались с одной точки. Значит, чтобы быть до конца уверенным, что мы наблюдаем именно объект, находящийся на Луне, или около Луны, или в окололунном пространстве, а не между Луной и Землей, что часто бывает при таких наблюдениях, частенько, конечно же, желательно иметь 2 точки наблюдения. В этом и состоит основная идея, задумка лунного патруля, патруля, состоящего из добровольцев. Кто не знает о существовании лунного патруля, пожалуйста, зайдите в контакты, наберите по поиску эту группу, найдете, почитайте правила. Они достаточно несложные. Составят в том, что все желающие, обладающие минимальной аппаратурой, а если такого нет, достаточно иметь даже небольшой бинокль, большую хорошую оптику для наблюдения за Луной можно не иметь, поскольку чем мощнее оптика, тем меньше ее угол обзора. Вот для того, чтобы наблюдать за Луной, желательно видеть весь диск. Для этого, подчеркиваю, еще раз, достаточно небольшого какого-то оптического инструмента, или даже, как это делает Тюленива, достаточно иметь просто хороший фотоаппарат с хорошим зумом. Вот. И наблюдая за Луной, делая там периодические фотографии и рассматривая, нет ли посторонних предметов на этих самых фотографиях или на видео, нужно оперативно сообщать о замеченных каких-то посторонних деталях. В том случае, если окажется, что одновременно с вами, участвуя в этой программе, вы, конечно же, можете, и это ваше право, это даже ваша обязанность, договариваться с вашими коллегами в других городах и в других странах о том, чтобы в какие вечера вам выходить на наблюдение. Если вы одновременно с кем-то наблюдаете одно и то же, то благодаря вот такому одновременному наблюдению можно рассчитать расстояние до наблюдаемого объекта за счет наблюдаемого параллакса, за счет той разницы, которая имеется между вашими точками наблюдения, если они сотни или тысячи километров, то на таком расстоянии будет четко отличаться угловое направление на объект наблюдения. Если окажется, что вы наблюдаете его относительно Луны под одним и тем же углом или в одной и той же точке, то однозначно это говорит о том, что объект находится в районе Луны, на Луне, над Луной, но где-то очень рядом. Значит, и, соответственно, это дает огромный плюс в понимании того, о чем мы говорим. Мы говорим там о случайно пролетевшем воздушном шарике или птичке в атмосфере Земли, которая случайно там пересекла лунный диск. Такое, естественно, бывает периодически из-за высокой плотности наблюдения. Существуют любители ловить на фоне Луны, фотографировать на фоне Луны различные строения, небоскребы, телевышки, самолеты взлетающие. Очень колоритно смотрятся самолеты на фоне Луны. Есть самые большие асы фотографирования. Они пытаются поймать пролетающие спутники и МКС на фоне Луны. Это может сделать тот, кому удалось сделать подобный снимок. Они уже есть. Это вообще ас в своем деле высочайшей квалификации. Вот. Но, подчеркиваю, нас интересуют не такие забавные лунные арты. Вот так я называю этот вид. Это искусство своеобразное. И есть, как в любом искусстве, есть уже в этой области профессионалы. Но нас интересует именно то, что находится не на фоне Луны, а рядом с Луной. Для чего? Для того, чтобы сегодня мы могли более-менее со знанием дела, с хоть какой-то уверенностью, говорить о том, что творится на Луне. Такие случаи, удачные случаи наблюдения за лунными аномалиями одновременные у нас в нашей практике уже были. Они не так чисты, к сожалению. Но чем больше будет число сторонников Лунного патруля, число участников, чем выше плотность наблюдения, чем больше география, тем, естественно, таких случаев будет все больше и больше. Вот. К моему удивлению, оказалось, вот совсем недавно, это для меня личное открытие, занимаясь своими архивами, я обнаружил, что такое одновременное наблюдение было даже, вы не поверите, даже два века назад, когда, как оказалось, астрономы, тогда путешествующие, любили астрономы путешествовать вместе с мореплавателями для того, чтобы проводить замеры во время астрономических наблюдений, находясь в других полушариях. Это было важно и для уточнения диаметра Земли, и для уточнения других астрономических параметров, для уточнения расстояния до Солнца, до Луны, в том числе, до Венеры. Для того, чтобы наблюдать, для того, чтобы это сделать, нужно было наблюдать одновременно одни и те же астрономические явления. И вот оказалось, несколько веков назад астрономы, находящиеся по разные стороны океана, наблюдали прохождение по лунному диску какого-то темного пятна. Разумеется, в те времена никаких... Сейчас, если бы такое произошло, то, понятное дело, первую версию, которую бы выдвинули скептики, была бы идея о том, что они наблюдают нечто летящее в земной атмосфере, но поскольку наблюдения, подчеркиваю, были по разному сторону океана, и одновременно и тело, по мнению двух разных наблюдателей, пролетело над одними и теми же деталями рельефа Луны, значит, действительно, правильнее было бы говорить, что этот объект был окололунный. Значит, если это так, то следующее, так сказать, за что цепляются скептики, возможно, они наблюдали какой-то наш земной аппарат, запущенный на Луну. Ну, иногда скептики доходят и до такого непрофессионализма, не очень понимая, что угловой размер наших земных аппаратов, он настолько исчезающий мал, вот на таких расстояниях, что заметить даже в самые лучшие оптические приборы аппараты на окололунных расстояниях невозможно ни при каких обстоятельствах. То есть, это даже, это меньше, чем точка, это меньше, чем ничего. Поэтому разглядеть их нереально. И вот для сравнения только, по-моему, в последний год удалось разглядеть на орбитальных, подчеркиваю, орбитальных, то есть, сделанных не с Земли, на фотоснимках, сделанных не с Земли, а с лунной орбиты, удалось на одном из таких высококачественных снимков разглядеть стоящий на поверхности Луны лунный модуль. Это к вопросу о все той же американской лунной программе, о которой мы еще будем говорить. Вот один из доводов, скептиков, считающих, что американцы никогда не были на Луне, в частности, было то, что никто никогда не мог видеть в телескопы эти самые лунные аппараты. Подчеркиваю, не могли видеть и все остальные аппараты, включая луноходы советские, которые, правда, еще меньше, чем американские спускаемые модули. Но даже если были бы какие-то объекты, сделанные землянами, в десятки раз больше, даже их невозможно было бы разглядеть. Но вот фототехника все-таки не стоит на месте и на орбитальных снимках все-таки менее года назад один из американских спускаемых модулей разглядели. С земли это сделать невозможно и поэтому все объекты, которые сейчас фигурируют в таких наблюдениях, они априори как минимум на несколько порядков выше, больше, то есть наших аппаратов, сделанных на земле. и это однозначно ставит не просто под сомнение, а просто перечеркивает любые попытки объяснить вот этим обстоятельствам. Правда, вот это обстоятельство связано с размерами около лунных объектов, оно не может не только не восхищать и удивлять нас, но и в общем даже немножко вводит ступор. при мысли о том, что рядом с Луной пролетают и ладно бы пролетают вот такие пролеты, если очертания объекта не очень хорошо видны, можно объяснить тем, что астрономы в очередной раз наблюдали пролет неизвестного астероида. Понятное дело, в два века назад, когда наблюдали астрономы, количество известных астероидов равнялось нулю, и поэтому если объект пролетел на фоне Луны, проверить астрономам, не является ли этот объект астероидом, было просто невозможно и нереально. даже слова, наверное, такого еще не было, поэтому эти все пролетающие объекты по понятным причинам остались неизвестными и неопознанными. Но сейчас количество известных астероидов исчисляется тысячами. Безусловно, есть астероиды, которые нам неизвестны, но те, кто приближается к Земле на сопоставимое с Луной расстояние, как правило, либо это астероиды уже из череды известного списка и неизвестные среди вот таких приближающихся к Земле и Луне астероидов с каждым годом все меньше и меньше бывает астероидов сюрпризов, то есть астероидов, прилетевших внезапно с точки с направления до сели, так сказать, не прописанного в наших архивах. Чем каждый раз, естественно, вот такой астероид сюрприз пополняет список известных астероидов, в следующий раз его прилет уже не будет, соответственно, сюрпризом, но с каждым годом вероятность открытия больших астероидов все уменьшается и уменьшается, то есть большие открывают в первую очередь, но количество маленьких наверное почти неиссякаемо и их диаметр, их размеры уменьшаются с каждым годом, но тем не менее те астероиды, которые появляются в первый раз, они все-таки внушают уважение, поскольку речь идет в размерах в десятки, в сотни метров, а на более далеких расстояниях речь идет о километрах, о десятках и о сотнях километров, это гигантские тела, но когда мы говорим об объектах, появляющихся в районе Луны, если эти объекты под категорию астероидов не проходят, то в силу своих громадных размеров, безусловно, у нас появляется вопрос, что это за объекты, неужели это фантазия голливудских режиссеров, которая нарисовала гигантские имперские крейсера размером в многие километры, гигантские объекты типа там Звезды Смерти, внутри которой даже не города, а целые империи существуют, где можно перемещаться от объекта к объекту от одного части корабля до другого там на каких-то шаттлах и гигантских лифтах вот эти расстояния можно преодолеть там за часы настолько они громадны. Неужели вот фантазия авторов была не совсем фантазией? Значит, вопрос весьма интересный, хотя бы потому, что мы действительно видим, что многие из лунных аномалий, о которых я начал свой рассказ, говоря о луне, действительно имеют признаки управляемых объектов, а именно они не просто движутся медленно на фоне Луны, что в общем еще можно было как-то объяснить с точки зрения теории астероидов, действительно не все астероиды там проскакивают очень быстро около лунного пространства, напомню, если они летят на расстояниях порядка, на расстояниях от Солнца, сопоставимых с одной астрономической величиной, с одной астрономической единицей, то это означает, что и скорости должны быть сопоставимы. Скорость движения нашей Земли на орбите вокруг Солнца 30 км в секунду, ну и вот соответственно большая часть тел летящих по орбите вокруг Солнца на таком расстоянии должны иметь похожие скорости. Вот представьте себе астероид, естественно, он вовсе не обязательно должен лететь перпендикулярно направлению нашего зрения, он может лететь вдоль него, в этом случае углова скорость его, конечно, будет очень маленькой, на фоне Луны он будет передвигаться очень медленно, такое теоретически и практически может быть, поэтому медленно движущиеся объекты наблюдая, нельзя быть до конца уверенным, что это не астероиды, но в случае если а это тело меняет свою траекторию или скорость, то есть если он совершает какой-то маневр, то в этом случае однозначно, конечно, надо говорить о каком-то силовом импульсе, либо это редчайший случай, почти невероятный, настолько этот случай маловероятен, случай, когда летящее тело сталкивается с каким-то иным летящим телом, если тем более очень часто мы не видим никакого постороннего тела, тогда получается, что тело должно быть достаточно маленьким, но если предположить, что это какой-то малозаметный другой астероид, который сталкивается с нашим астероидом, на таких скоростях столкновения вообще это как минимум должно сопровождаться обильным выделением осколков, иногда даже целого облака из пыли и газов выделяющихся, иногда астероиды рассыпаются просто таким дождем из осколков и прекращают, фактически прекращают существование, но мы ничего подобного не наблюдали до сих пор, мы видели, как объекты изменяли свое направление, иногда они это делали не мгновенно, что бывает, было бы в случае столкновения, вот такие столкновения имеют другое название, ренаповские события или мгновенные события, то есть столкновения всегда быстро протекающие, а в случае если такой поворот проходит по некой дуге, по некой кривой, то правильнее говорить о растянутом воздействии, ну, например, такое может быть такой маневр растянутый, бывает у наших кораблей, наши двигатели, изменяющие траекторию не работают мгновенно, они работают на протяжении действия импульса силы, там, ну, обычно там секунды, иногда десятки секунд, ну, и поэтому траектории, трассы полетов наших кораблей изгибаются под какими-то, так сказать, дугами, вот в данном случае мы видим, это классический такой эпизод был, например, в 2009 году, когда следящая камера одного итальянского астронома, наблюдающего за Луной через дежурную следящую камеру, это вполне повторяемо, вполне можно повторить даже вот на бытовом уровне для любителей астрономии, мы такие наблюдения повторяли, правда, не таким успехом, как у итальянского астронома, что называется, есть надежда. Так вот, ценность таких автоматических камер заключается в том, что они отторированы, отрегулированы так, чтобы начать съемки только в том случае, если они наблюдают в поле своего зрения изменения очертаний наблюдаемого объекта, если в течение там нескольких часов, пока объект находится в поле зрения, нет никаких изменений, для этого надо, напомню, чтобы Луна была постоянно в поле зрения, нужен очень хороший часовой механизм у телескопа, это уже уровень не самого, далеко не начинающего астронома, любителя, это либо уровень астронома-профессионала, либо уровень профессионального астронома-любителя, если объект находится все время в кадре, Луна, и ничего на этом объекте не изменяется, видеокамера не включает запись, и только в том случае, если в объекте что-то изменяется, понятно, это может быть и облачко случайно пролетевшее в земной атмосфере на фоне Луны, это может быть и птица, и спутник, и самолет, и далее через запятую огромное количество других факторов, но поскольку не дело автомата решать, что перед ним, как правило, следящая камера просто тупо включается и записывает до тех пор, пока объект не удаляется из поля зрения, а уже астроном, владелица такого девайса, потом просматривая не 24 часа записи, как было бы, если бы астроном лично наблюдал, ну, на самом деле не 24 часа, а там максимум 8-9-12 часов, это максимальное время непрерывного наблюдения за Луной, но вот благодаря такому девайсу он просматривает считанные десятки секунд за ночь, то есть самые спорные моменты, понятное дело в те случаи, когда легко видно, что в кадре там самолет или птица, эти кадры бракуются и споры идут только вокруг того, что действительно непонятно. Вот, в случае, как с нашей Тюлениной, если находится любитель астрономии, который также запечатлел в это же самое время похожий объект, дело приобретает весьма, это, кстати, интригующий характер. Что делать в случае, если выясняется, что объект действительно находится на Луне? Пока мы не летаем на Луну, не можем летать на Луну для того, чтобы на месте разобраться с тем, что происходит на этой самой нашей соседке, понятно, мы сейчас находимся в стадии накопления данных для того, полетев, а мы обязательно когда-нибудь это сделаем, я даже это не ставлю, эти намерения под какие-либо сомнения, я убежден, что это будет нам доступно обязательно, но не убежден, что знаю когда. В середине 60-х годов, когда уже были известны четкие намерения о полете на Луну, когда астрономы всего мира и прежде всего американцы активно принялись рассматривать Луну с целью того, чтобы выяснить, выявить самые интересные места, тогда эти наблюдения понятно были востребованы, очень быстро накопилось огромное количество наблюдений, порядка полусотни только за середину 60-х годов, это при том, что за все предыдущие столетия было примерно столько же, порядок примерно такой же наблюдения лунных аномалий, они были классифицированы, они были картированы и выявлены соответственно очень вот при такой выборке богатой около тысячи наблюдений, плюс к этому я напомню уже после лунной программы хоть интерес к Луне резко упал, но вот сейчас естественно мы его мы и космопоиск в том числе конечно не только мы наблюдаем понятно еще раз подчеркиваю Луна это наше всеобщее достояние наблюдают многие и вот за это время условно за послелунной эпопеи время удалось наверное еще порядка такого же набрать сведений если лунная программа будет возоблена пилотируемая лунная программа будет возоблена в ближайшее время понятно что интерес к Луне снова возрастет и снова эти наблюдения станут востребованы для того чтобы понять куда нам лететь но даже сейчас уже забегая вперед могу сказать что имеющегося сегодня арсенала наших данных достаточно чтобы сказать что на Луне есть как минимум несколько сотен мест где наблюдались различные аномальные явления которые классифицируются на дневные и ночные дневные соответственно те которые видны только только при на фоне освещенной части Луны и эти объекты как правило темные то есть это какие-то не подсвеченные солнцем или не подсвеченные огнями искусственными или естественными зеркалами объекты как правило это объекты движущиеся хотя встречаются объекты стационарные вот это второе деление что помимо дневных и ночных ночные как вы поняли это те которые видны ночью и это объекты в обязательном порядке светящиеся и дневные и ночные объекты в свою очередь классифицируются по типам на стационарные и движущиеся движущиеся классифицируются на медленно движущиеся быстрые и быстрые объекты значит вот итого я упомянул практически про три подвида каждый из которых делится еще на два подвида то есть шесть получается шесть типов разных объектов их не пытаются классифицировать по размерам поскольку размер варьируется в очень широкой области могут быть как точечные объекты то есть на пределе видимости так и гигантские размеры которых измеряются уже не десятками а сотнями километров для сравнения объект который повернул на глазах следящей видеокамеры у итальянского астронома вот по моим расчетам должен был иметь угловые размеры это я сужу естественно сравнивая его с известными размерами известных кратеров на фоне которых он пролетает значит размеры этого объекта должен быть порядка 15-20 километров любители фантастики найдите пожалуйста фантастическая литература вот такой корабль не в каждой саге кино или фантастической книге вы найдете такие большие объекты они конечно могут быть когда-нибудь может быть и мы будем такие корабли строить но даже наши авианосцы гигантские и нефтеналивные танкеры имеют размеры в сотни метров космические корабли ну на порядке еще меньше то есть самый большой корабль по размерам который когда-либо летал к Луне корабль из тех что сделан был человеком имел размер всего порядка 20 метров то есть 20 метров и 20 километров разница в тысячу раз вот но тем не менее кстати этот корабль более осторожно скажу этот объект мы его очертания все-таки при таком минимальном минимальных наших возможностях не очень четко не очень четко видимости мы не можем его как-то вот зарисовать в деталях но понимаем что этот объект скорее всего искусственный поскольку он управляемый значит он сделал маневр над одним из кратеров и пролетая над лунной поверхностью удалился за видимую часть лунного диска поскольку объект был дневным то есть он не освещался уйдя в теневую часть он перестал быть видимым и мы не знаем не можем отследить следящая камера уже не наблюдала его и отключилась там через какое-то время она к сожалению не дала нам возможности понять объект пролетел сманеврировал в районе луны и улетел дальше или он сманеврировал и заходил на посадку куда-то там на луну за пределы нашей видимости сказать это сложно но вот в тех случаях когда такие наблюдения были они наблюдения взлетающих и садящихся объектов вот самый известный из советских наблюдений может быть самая первая из советских наблюдений я могу ошибиться но по моим архивам такое наблюдение было сделано осенью 54-го года для знатоков истории это дата удивительно тем что она была как минимум за три года до начала космической эры то есть до первого полета первого спутника а до полета первого корабля на луну в сторону луны было еще после этого прошло два года после первого спутника и то что товарищ В.И. Тимков к сожалению в советских архивах я не нашел данные по этому астроному видимо он был не столь знаменит но этот астроном наблюдая за луной видел как со стороны северного и южного полюса дважды взлетало какое-то тело взлетев с одного полюса оно по дуге по окололунной полуорбите то есть орбита это когда круговое эллиптическое движение вокруг луны то есть замкнуто вот этот объект он не замкнул орбиту он просто перелетел с полюса на полюс то есть не на 360 градусов облетел луну а на 180 после этого дугу он опустился в районе южного полюса затем взлетел вновь и описав точно такую же дугу полудугу на 180 градусов он опустился в районе северного полюса очень грамотно надо сказать наблюдение во времена когда наших на луне еще не было даже близко только в мечтах и фантастических фильмах но вот я бы сказал одно даже одно такое наблюдение качественное однозначно говорит в пользу искусственной теории вот таких конкретно таких по крайней мере лунных аномалий помимо движущихся этот объект наблюдаемый был ночным то есть он был виден на фоне темного неба звездного этот объект соответственно был светящимся в отношении светящихся объектов как известно нет нижней планки размеры объекта могут быть любыми и вот видим мы его или нет зависит только от мощности осветительного прибора мощности яркости огня не обязательно что этот огонь будет работающим двигателем но вот какой-то свет конечно должен быть хотя бы отраженный лунность хотя бы отраженный свет от солнца так вот таких это это случай один из первых на в практике советской лунной программы следующее наблюдение похоже наблюдение было сделано 7 августа 55 года очевидец В. Еременко наблюдал полет некого светящегося тела по круговой орбите и этот полет по дуге закончился тоже на поверхности луны 3 ноября 58 года а я все еще говорю о событиях которые были до начала космической эры наблюдали облако над кратером Альфонс это уже совсем другие параметры совсем другие размеры 18 марта 59 года удалось сфотографировать объект летящий в сторону луны по дуге напомню до первого полета в сторону луны еще это не наше тело летело в сторону луны а что-то так сказать другое непонятное но так или иначе обо всех случаях естественно я сегодня упоминать не буду архив очень большой он насчитывает порядка полутора тысяч наблюдений я упомянул больше сделал акцент на ранних наблюдениях хотя конечно современные наблюдения тоже достойны отдельного разговора подытоживая так сказать то что было наблюдаемо многими поколениями астрономов скажу следующее что на поверхности луны есть среди сотен вот таких мест наблюдений единичных наблюдений НЛО или наблюдений двух трех НЛО в одном и том же районе есть как минимум около десятка мест где такие наблюдения происходят с завидной регулярностью значит и вот список этих объектов ну его достаточно легко перечислить я это сделаю топ-10 условно говоря лунных аномалий он известен наверное должен быть известен как главные цели наблюдения любому участнику лунного патруля это естественно то самое море спокойствия к которому медленно приближается наш рассказ в связи с лунной пилотируемой программой это море кризисов которое тоже так сказать становилось уже объектом внимания наших спускаемых аппаратов это прокл агриппа альфонс тихо тот самый гасэнди о котором мы сегодня упоминали платон я надеюсь вы понимаете что я произношу не фамилии не столько фамилии знаменитых людей а кратеры и детали лунного рельефа названных в честь этих знаменитых людей ну и самые самые так сказать удивительные самые активные в этом смысле лунные аномалии это Геродот и Аристарх вот Аристарх это номер один если кто-то спросит меня куда нужно сажать следующий летательный аппарат следующий посадочный модуль который летит полетит вернее к Луне я вне всякого сомнения даже не сомневаюсь ни на секунду назову именно этот кратер если у вас есть телескоп который не может не может наблюдать за всем диском сразу поле увеличения у этого телескопа слишком велико для этого он может наблюдать лишь какой-то сегмент Луны если вам приходится выбирать то тогда послушайтесь моего совета и выберите участок в который попадает Геродот Аристарх и Коперник если там еще будет Платон вообще замечательно но Аристарх всегда на первом месте почему в этом месте с завидной регулярностью наблюдаются как дневные так и ночные как медленно движущиеся так и быстро движущиеся цели как цели точечные так и гигантские по размерам сказать сложно но такое изобилие такая толчия переходящая соперничающая временами ну пусть меня простят за такое литературное некоторое преувеличение с московскими пробками почему там такое изобилие всего что движется вопрос более чем актуальный но я уверен что если туда прилететь сесть и никуда не не торопиться выключить посадочные огни чтобы никого не смущать и не не спугнуть то очень скоро там на месте можно наверняка разглядеть много чего такого чего с земли с расстояния в 300 тысяч километров разглядеть весьма затруднительно то есть если мы даже с земли можем видеть что-то что же можно увидеть вблизи к сожалению в аристархе подобных каких-то лунных экспедиций пока что сделано не было поэтому вот главные сюрпризы нас еще ждут что происходило в море кризисов и в море спокойствия мы поговорим наверное в следующей части передачи поскольку так логически подошли к вопросу того что подготовив морально подготовив людей работника работающих по лунной программе по лунной пилотируемой программе к тому что луна весьма любопытная весьма интригующая весьма загадочная цель для исследований ну что может быть более достойным для того чтобы запустить туда корабль естественно чем интереснее чем загадочнее тем интереснее морально подготовив американских астронавтов для вот встречи с неизвестным в конце концов на встречу с этим неизвестным и отправились храбрые исследователи ну по мнению сторонников теории загоров считающие что американцы никуда не летали эта программа естественно имитировалась вот так это ли не так были ли американцы на луне или не были а если были то что они в реальности наблюдали а если они в реальности наблюдали то какие последствия это имело не привело ли это к тому что американцы решили отказаться от дальнейших исследований ну по крайней мере вот такая теория тоже существует вот давайте так сказать на этом на этом месте сделаем маленькую паузу но поскольку я стараюсь во время пауз давать возможность радиослушателям подумать самостоятельно я бы очень попросил ответить на простой вопрос что же можно было бы теоретически предположим мы не знаем из описаний американских астронавтов что там было на территории на поверхности луны предположим что мы об этом ничего не слышали но что можно было бы увидеть такого что заставило бы американцев отказаться от дальнейших полетов по крайней мере так гласит одна из теорий значит если я очень был бы рад если бы вот мне предложили такой вариант ответа что увидеть нужно на луне ну или так более обобщенно на любом космическом теле чтобы решить раз и навсегда больше на этот объект на это космическое тело больше никогда не летать так утверждают злые языки ну или правдивые языки уж не будем так сказать пока занимать чью-либо точку зрения пожалуйста подумайте и через несколько минут мы вернемся к продолжению этого разговора итак итак вопрос задан что могло такое повстречаться на луне американцам после чего они вдруг отказались от своей лунной программы и сразу моя первая версия они встретили надпись здесь был Вася после этого поняли что им там больше делать нечего но это моя шутка вы напишите свои пожалуйста кстати о Васе мы еще поговорим мы поговорим о Васе спасибо за подсказку Василий будет тоже фигурировать в нашем следующем получасе Вася у нас стоит в очереди так что о нем обязательно поговорим так ну что думал что же поставить такое с одной стороны луна ночь белое что-то я вот как-то вспомнил есть старенькая старенькая песня такая белая дверь давайте послушаем вполне мелодичная музыка могу попросить только конечно уже не для этой музыкальной паузы потому что мгновенно найти по такому запросу очень сложно попросить ты можешь вопрос найду я или нет в России в будущей музыкальной паузе могу я попросить песню о Васе была такая редкая ну редко сейчас редко но очень популярная песня в момент космической гонки я не помню как она называется но там рефреном идут слова мой Вася пролетает над луной то есть в Советском Союзе эту песню крутили очень часто ну подразумевая что первым человеком на Луне будет некий Вася я этого Васю знаю ну конечно я отвечу на вопрос что это за Вася это реальный человек ныне к сожалению покойный я не буду говорить его имя отчества полное скажу после паузы после перерыва в общем смерти ты моей хочешь искать неизвестную мне песню примерно так в фразе мой Вася пролетает над луной примерно по такой фразе ну ладно если получится что-то я конечно найду но не обещаю ну а пока слушаем белую дверь наслаждаемся музыкой понимаем что в этом мире не все так однозначно как нам иногда представляется иногда даже нарисованные двери открываются и так отдыхаем 4 с небольшим минуты Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем разговор продолжаем разговор на Народном Славянском Радио напомню что сегодня у нас по одному из современных календарей 5 октября 2016 года среда по одному из старинных 15 день месяца божественного начала 7525 лет осьмица загадки луны домыслы и факты такова тема сегодняшнего нашего живого эфира автор соведущий Вадим Чернобров был вопрос что могло заставить астронавтов оттуда улететь с луны очень быстренько собрав все свои так сказать как в народе говорят манатки а вообще тех кто готовил эту программу быстренько свернуть и вот какие реплики к нам поступили в момент музыкальной паузы итак Данил написал военный контингент инопланетян заставил их оттуда убраться и больше не прилетать Владимир нашего ДВ в фонтане Ингварь да все просто на обратной стороне луны уже основались наши советские граждане вот и послали по матери америкашек ответ Владимиру следующий растерзанные тела астронавтов и карты Вашингтона вот такие добрые у нас люди такие добрые шутки черного юмора юмор гриф Васильича там засветил светофоры намонтировал ну такой междусобчик у них шутки друг другу понятные наверное дальше Данил но я конечно за войска дяди Васи так ответ от Владимира из Санкт-Петербурга отличная шутка принимается ну какие еще варианты да ответ от Владимира из Санкт-Петербурга чтобы отказаться навсегда от посещения того или иного небесного тела возможно находка когото или чего-то что представляет опасность для всего человечества будь то какие-нибудь технологии или же какие-либо крайние опасные микроорганизмы например какие могут вызвать массовую пандемию и вымирание Земли елка дополнила от себя луна может быть фонарем неким светильником и на нее невозможно высадиться некий знаменатель циклов Земли и не более так дальше гриф написал луну пытались бомбить звон стоял по всей системе ибо пустая если так то это либо корабль неисправный в настоящее время время либо незамеренно намеренно деактивированный и заросший на миллионы лет космической пылью ну или это просто очередной подарок головоломка нам от Вселенной ну и дальше пошли уже вопросы я сейчас еще посмотрю может что-то еще поступило вот а ты пока можешь как-то прореагировать кстати прислали ссылки вот я пытаюсь скачать но поскольку я не могу их прослушать то в этом случае вот что прислали то и попытаюсь вставить и так вот еще пришел ответ мой ответ охранной системы фаш разрушителя вот это я Гриша написал гриф да просто америкозы там встретили голого Порфирия Иванова вот шутки у нас сегодня конечно как фонтан на день ВДВ ну что скажешь ну во-первых еще раз зачетная шутка про войска дяди Васи сегодня у нас так вот не сговариваясь мы не планировали о Васях сегодня говорить это получилось спонтанно но к слову сказать я впервые не впервые слушая замечательную песню про белую дверь действительно очень мелодичная очень такая лирическая лиричная песня но я впервые ее слышал в контексте мы перед этой песней говорили о Васе и я впервые до меня дошло что я знаю имя и человека о котором эта песня и имя этого человека тоже Вася ну с вашего позволения об этом Василии пойдет речь чуть позже наверное уже в следующей части их интриганты все-таки ну я же обещал сейчас про Василия сказать в честь которого песня другая и имя Василия который на мой взгляд который на мой взгляд является самым большим авторитетом в вопросе который мы сейчас затронули именно были ли американцы на Луне а если были то что их спугнуло ну и вот все сопутствующие этому событию ну чтобы дальше не интриговать и так уже заинтригованных наших радиослушателей скажу что речь идет о Василии Павловиче не о Василии конечно это я уж пусть простят меня и его родственники так вот по-небратски Нева это они наверное имеют право называть его Вася а мы все знаем этого человека как Василия Павловича Мишина академика российской академии наук с 1966 по 1975 год знатоки сразу поймут вот в это время как раз и уложилось уложились годы пилотируемой лунной гонки он был генеральным конструктором то есть занимал место умершего накануне Сергея Павловича Королева замом которого он долгое время являлся Королев как Вы знаете был не просто генеральным конструктором а человеком который возглавил нашу пилотируемую и не только пилотируемую космическую программу в тот момент когда дали отмашку лунной программе лунной космической гонки соответственно он тоже возглавил но поскольку к сожалению скоропостижно умер не знаю стоит ли сейчас уходить в сторону рассказа как он умер случайно или не случайно это кстати вопрос может быть интересный но он может увести нас далеко в сторону много сопутствующих и мистических и криминологических и конспирологических так сказать составляющих в нашей истории но после того как кресло главного конструкта опустело ненадолго его занял вот этот самый человек поскольку как известно ну я сейчас пока сыплю общеизвестными так сказать фактами или общепринятыми вариантами истории поскольку из этой общепринятой истории известно что мы Советский Союз проиграли лунную пилотируемую гонку и соответственно за это кто-то должен был нести ответственность вот понес ответственность этот самый Василий Павлович который был разжалован с этой должности но поскольку на самом-то деле он был великим человеком и очень умным то он долгое время руководил космической кафедрой в МАИ собственно говоря я и учился и работал и аспирантуру заканчивал на этой космической кафедре и вот какое-то время я был в числе его подчиненных он был моим руководителем и вот до момента его смерти родился он в 17 году а умер в 2001 году в Москве до этого момента я его знал и время от времени так сказать интервьюровал у меня сохранилось интервью его записанные воспоминания где он подробно подробно излагает вот все те факты истории которые которые знает лично так вот основываясь на том что это самый осведавленный в советском союзе человек в лунной пилотируемой в вопросах лунной пилотируемой гонки я вот на этом основании могу с некоторой долей уверенности говорить о том что же было на самом деле значит ну начнем с того что победив на заре космической эры к слову сказать напомню у нас сегодня не тоже говоря о космической эре у нас сегодня юбилей точнее вчера был очередной юбилей 59-й год космической эры кто-то если кто-то видел я всех уже поздравлял в эфире ТВЦ утром вчерашним и когда спросили на вопрос когда же когда же когда же мы вступим в контакт с инопланетными цивилизациями мы же уже 59 лет как космическая цивилизация я отвечал что для того чтобы с нами всерьез кто-то из высокоразвитых цивилизаций вступил в контакт и в дружбу нам надо стать не только космической цивилизацией это мы действительно сделали 59 лет назад нам надо стать цивилизацией разумной для этого надо прекратить войны и прочие наши так сказать безумия которые мы в изобилии творим вот когда будет когда будет праздник не космической эры а эры разума не знаю как будет называться этот праздник я не знаю но когда он случится тогда и после этого и вопрос с контактом тоже будет вопросом решенным пока этого нет но сейчас не не о контакте значит в 59 году советский союз кстати сделал большой рывок за все человечество впервые вывел автомат автоматическую корабль в космос в 61 году он впервые выдвинул запустил в космос человека и вот из-за такого я бы сказал щелчка по носу по самолюбию великой самой великой нашей нации на нашей планете мы все знаем о какой нации я говорю есть титульная нация которая на голову выше всех остальных и когда титульная нация считающая себя пупом земли вдруг увидела что оказывается не она запустила первые спутники первого человека она очень сильно обиделась и тогдашний президент Кеннеди некоторые считают что его именно не случайно убили и возможно его смерть каким-то образом связана с космическими событиями этот президент заявил что зато американцы приложат все усилия и они действительно стали прикладывать усилия они вкладывали колоссальные деньги колоссальные средства во много раз превосходящие те что вкладывал Советский Союз и не скрывали своих амбиций говоря о том что их цель стать первыми на Луне к сожалению тогдашнее руководство Советского Союза в лице тогдашнего руководителя Хрущева не оценило вот этой угрозы считая что мы и так всех и вся обогнали и нам ли быть в печали и к сожалению отмашку лунной гонки то есть участию в гонке лунной гонке Советского Союза Хрущев отдал слишком поздно то есть Советский Союз позволил американцам заниматься лунной гонкой несколько лет ну фактически дал фору в несколько лет и нам этих нескольких лет несмотря на то что мы почти догнали американцев что называется нам не хватило действительно чуть-чуть вот это тот случай когда ну действительно пловцы пловцов занявшего первое второе место разделяют там считанные сантиметры в бассейне вот точно так же можно сказать что мы участвуя в космической гонке стартовав на несколько лет позже в этой космической гонке мы едва не пришли одновременно к финишу значит ну едва естественно в спорт не не считается есть только первый есть только второй значит а именно значит советские советские руководители не считали очень долго пренебрегали необходимостью лететь к луне считая более важным здесь здесь надо наверное сослаться на авторитет нашего Сергея Павловича Королева который настаивал на том что главной целью советского союза является и являлась и является до сих пор к слову сказать более лакомная цель для полета это безусловно Марс и после полетов в околоземное пространство где мы завоевали лидерство Королев стал всерьез готовиться к завоеванию Марса хотя бы к первому пилотируемому полету на Марс и для этой цели в советском союзе начали делать гигантскую ракету самую гигантскую из тех что были в арсенале советского союза и России ну у России сейчас нет гигантских это называется вот этот класс ракет называется тяжелыми или сверхтяжелыми ракетоносителями к таковым в советском союзе относилось две ракеты одна ракета создана во времена Королева называлась Н1 вторая ракета энергия или ее еще надевают комплексом энергия буран созданная уже в более поздние времена в наше время Россия пока что только заявляет только приступает к производству тяжелых ракет я думаю если нам не помешают внешнеполитические всякие так сказать отвлекающие маневры если нам позволят заниматься этой вкладывать гигантские средства которые не позволительно вкладывать в космонавтику во времена тяжелых внешнеполитических обстоятельств во времена когда есть большая опасность возникновения войн вот тут как раз наоборот насколько мы помним что очень многие открытия которые сейчас используются не в военной а в гражданской нашей жизни как раз они были подготовлены изначально разработали войну и поэтому когда возникает угроза миру то страна наоборот мобилизуется и наоборот начинаются разворачиваться многие программы которые в мирное время такое вот время лежания в чанчике под солнышком они в общем-то не рассматривались поэтому сейчас актуально для России это повышенная безопасность а это означает и военно-космические силы надо очень активно продвигать и это и ракетная система защиты и прочее прочее поэтому сейчас очень много будет вкладываться в те технологии которые в дальнейшем могут как раз и нас отправить в космос уже в мирных целях так что мы тут с тобой не согласимся это да почти общеизвестные истины но что называется и в большинстве случаев они действительно являются истинами но не в данном эпизоде поскольку объясню разницу в космонавтике военная гонка холодная гонка вооружений как может быть для некоторых странно не звучит действительно помогла она бы не помогла в принципе если бы не великий прозорливый ум королева который на самом деле этого человека использовали для создания ракетно-космического щита нашей родины то есть ему заказывали ракеты баллистические ракеты способные нанести ответный ядерный удар по заокеанским нашим партнерам так принято сейчас говорить и это на тот момент на 50-е годы начало этой работы это был единственный вариант как-то остудить пыл захватчиков потому что наши партнеры окружили нас своими военно-воздушными базами с которых они легко достигали бомбардировщиками ну не совсем легко но все-таки достигали практически всей территории страны за исключением очень малой части в районе Таймыра где товарищ Сталин решил построить самые мощные военно-морские базы ну то есть в районе максимально защищенном от американских ядерных бомбардировщиков с тем чтобы хоть куда-то спрятать от их налетов наши стратегические военно-морские силы но самим нам достать нашими бомбардировщиками до Америки было практически нереально то есть да можно было летать через полюс но мы сильно отставали и по количеству в основном по количеству но и по качеству немножко тоже отставали вот в бомбардировочной авиации так что в случае возникновения ядерного конфликта в общем мягко выражаясь мы были проигрывавшей стороной когда появились первые баллистические ракеты первая баллистическая ракета способной достать Америку как раз и была ракета Р-7 ситуация резко поменялась хотя запустить такие ракеты в изобилии было очень-очень затрудительно они строились конечно не сотнями штук и их обслуживание занимало долгое время их установка перед запуском требовала несколько суток Вадим мы про это говорили в прошлой передаче про что время тянуть как раз мы это все рассматриваем я напомню коротко действительно эта военная гонка помогла с запуском первых космонавтов в конце концов Гагарин летал на первой баллистической ракете просто вместо боеголовки поставили пилотируемый отсек но к сожалению для полета на Луну и на Марс тех ракет которые могут использоваться в военных целях уже недостаточно нужно строить принципиально другие ракеты более тяжелые их и называют ракетами тяжелого или сверхтяжелого класса для для целей войны для нападения или защиты такие ракеты не нужны ну они просто слишком тяжелые слишком непрактичные их можно строить только соответственно для мирных незавоевательных целей так что в случае к сожалению вынужден здесь огорчить когда мы говорим не просто о космической технике а о космической технике предназначенной для полета к дальним целям вот здесь наличие гонки вооружений увы так сказать нам не идет на пользу так что если будет война увы и ах как бы мне не хотелось говорить эту печальную новость но на марсианской или лунной программе скорее всего просто поставят крест по крайней мере сейчас если только войны не будет вот это другой разговор так вот Королев проектируя возвращаемся к лунной программе Королев проектируя ракету Н1 для марсианской пилотируемой программы рассчитывая всерьез что полет этот произойдет в 79 году в 79 представляете это было уже абсолютно реально полететь на Марс это не сделано до сих пор к сожалению значит неожиданно в середине 60-х годов получил отмашку стоп марсианской программы переориентироваться на лунную программу и вот в беглом порядке ракету Н1 переориентировали под луну добавили еще 6 двигателей на первой ступени модернизировали ее и как бы в спешном порядке доводили до того момента когда до того уровня чтобы можно было запустить с одного пуска то есть марсианский корабль предполагалось собирать по частям на орбите а для полета на луну достаточно было одной всего запуска не нескольких ракет а всего одной ракеты ну и как бы сказать вроде бы это сильно упрощало задачу но одна ракета в состоянии было привести на луну ну не очень большой корабль корабль по размерам чуть меньше американского корабля Eagle американского пилотируемого корабля для спуска на луну к слову сказать этот наш корабль L1N1 пилотируемый он благодаря Василию Павловичу Мишину проигнорирующему приказ в 70-х годах о том что нужно уничтожить все следы этой лунной советской пилотируемой программы чтобы духу не было от этой программы чтобы никто и никогда не вспоминал что мы когда-то пытались запустить человека на луну он проигнорировал эти приказы и привез и спрятал на нашей 601 кафедре советский лунный пилотируемый корабль он до сих пор большую часть времени там стоит конкретно сейчас он гостит периодически его возят по разным музеям по-моему если не ошибаюсь он сейчас гостит на ВДНХ если кто не видел сходите посмотрите как выглядит советский пилотируемый корабль для полета на луну Л1Н1 почему потому что если его вернут его должны конечно вернуть к нам на 601 кафедру если его вернут то туда попасть можно только по пропускам воспользуйтесь этим моментом значит этот корабль для спуска на луну на поверхность луну был одноместным в отличие от американского корабля двухместного эти ограничения связаны с меньшей полезной нагрузкой и это давало так сказать определенные опасения по поводу того сможет ли один человек без подстраховки без возможности буквально опереться на руку друга в случае чего ведь опасностей много в том числе и опасности весьма банальных можно элементарно упасть и не подняться вот такие эксперименты делали во время такой подготовки и приходили в ужас от того что космонавты были беспомощны перед таким весьма банальным банальным происшествием если однажды кто-то падал на спину то как черепаха не мог перевернуться и вот к сожалению его ждала незавидная смерть в таком случае но американцы в случае если один астронавт падал естественно он мог рассчитывать на помощь своего товарища что тот подойдет и протянет руку если оба падали то для американцев это было бы фатально к счастью для них этого не случилось поодиночке они это делали но передвигались чрезвычайно осторожно зная насколько это опасно вот в случае с советскими космонавтами научились с этим бороться к спине просто привязывали обруч этот обруч он как бы не мешал пока человек ходил по Луне он сзади был впереди так сказать никак не мешал действию рук но если человек падал на спину он по этому обручу просто перекатывался вправо или влево перекатывался до того состояния что ложился на грудь а вот с положения лежа на груди он уже превосходно вставал сам на руках так что вот этот лунный корабль несмотря на определенные опасности на определенный риск без риска никуда не денешься все-таки был отработан до того состояния что советские космонавты были готовы лететь на Луне к Луне сначала по нашей программе это наверное все-таки скорее наша ошибка мы разделяли вместо одной программы американцев у американцев которая существовала программа Аполлон по этой программе они должны были сначала облететь Луну а потом на следующих миссиях первым облетел Луну Аполлон-8 а на следующих миссиях это первым сделал Аполлон-11 на таком же однотипном корабле они должны были опуститься уже на Луну в Советском Союзе решили эти две программы разделить между двумя конкурирующими фирмами одна из них на корабле который проектировал Челомей должна была облететь вокруг Луны и вот эта программа едва не опередила американскую мы первыми запустили такой корабль который облетал Луну и возвращался без посадки на Луну и вот об этой маленькой победе нашей советской победе в лунной гонке как-то так мы почему-то добровольно забыли хотя этим гордиться конечно надо это первым сделан наш корабль но беда в том что вместо космонавтов туда поместили черепах чтобы на пилотируемом корабле хоть кто-то слетал и мы сейчас можем справедливости ради сказать что на самом-то деле первым в космос полетел из живых существ вовсе не Гагарин а собака Лайка не Белка и Стрелка а собака Лайка была первой в космосе а первыми люди первыми живыми существами которые облетели Луну были не американские астронавты как как заученные мы повторяем а были советские обычные советские черепахи вот о роли черепах позвольте так сказать напомнить не без гордости вот но были готовы был готов и пилотируемый корабль уже с пилотами с космонавтами на борту для полета вокруг Луны и этот корабль должен был стартовать на несколько дней раньше американского и старт корабля был был перенесен внимание из-за угрозы взрыва это одна из самых темных сторон белых страниц или темных страниц этой лунной гонки мы знаем как часто терроризм внедрял вмешивался в человеческую историю и по-моему чем дальше тем больше он вмешивается но многие не подозревают что угрозы терроризма вмешивались и в лунную космическую гонку до сих пор это одна из самых нераскрытых загадок нашей истории я естественно не могу вам квалифицированно сказать была ли угроза взрыва надуманной или кто-то сильно слишком сильно перестраховался это произошло от того что действительно была такая угроза и тогда соответственно надо думать кому она была выгодна либо это так сказать не более чем злой злые языки могут придумать и не такого на наших добрых заокеанских партнеров которые как известно очень миролюбивы и конечно никогда не опускаются до террористических угроз вот сказать в общем авторитетно на эту самую самую сложную страницу в лунной космической гонке что произошло на самом деле до сих пор никто не знает но факт остается фактом советская ракета с космонавтами на борту способная первым облететь вокруг луны была оставлена на земле космонавты не полетели ракета была старт ракеты был остановлен до выяснения этого момента но время было упущено и через несколько дней уже американская ракета Аполлон-8 с американцами с тремя американскими на борту благополучно облетела луну как вы понимаете никакой угрозы взрыва американскому кораблю не было поэтому этот старт не откладывали и увы так сказать первыми были только наши черепахи но не наши люди это очень печально но так сказать это не последняя странность в этой лунной космической гонке силы из средства вкладывались в эту гонку не слабые и речь шла не просто о банальном спорте нас около спортивные и спортивные события вот этого года олимпийские скандалы как бы приучили к тому что и в спорте лихо политики так сказать не гнушаются самыми грязными методами а уж в космонавтике которая на мой взгляд еще более азартно еще более авторитетно в плане вот возможных призов которые вот в таких гонках получаются понятно что и призы больше и престижа больше но и угроз и грязных методов тоже больше так что забудьте если кто-то думает что космическая гонка это нечто высокое одухотворенное чистое такое красивое ну так же как и олимпийское движение это тоже ведь знаем о спорте мир в мире спорта не может быть нет места политики нет места грязным закулисным играм вот но увы так сказать это не так так вот далее последовали не менее так сказать интересные события у нас действительно советские и американские корабли стартовали к луне ну как я уже сказал фактически на финише мы были близки друг к другу шли нос к носу старт космической лунной гонки мы на старт вышли на несколько лет позже но к 69 году к моменту когда были готовы и наши космические пилотируемые корабли л1 н1 и американские корабли аполлон к этому моменту корабли стояли на стартовых площадках практически синхронно да были определенные плюсы заделы но это плюс полученный в результате большей форы американцы занимались этим дольше по времени и они имели возможность отработать многие элементы до той степени надежности которые нужны мы же так сказать действовали на не скажу что на авось нет безусловно и у нас присутствовало понятие разумного риска но если во времена королева вот такой разумный риск королев наверное может быть более правильно его оценивал более грамотно может быть он знал какие-то определенные секреты которые не каждому продвинутому человеку известны надо сказать о личности королева возможно не просто нужно когда-нибудь сделать отдельную передачу история этого человека полна мистицизма и неясных страниц истории этот человек прошел в буквальном степени огонь и воду по лезвию ножа Вадим вот хорошо сказал что хорошо бы сделать передачу ловлю тебе однословие но напоминаю что у нас радиослушатели они иногда пишут Алексей тормозни Вадима на лунной гонке а то я тогда рассвет встречу его пятичасовым марафоном так вот я как раз сейчас и говорю о лунной гонке пока был жил Королев он оценивая риски недоведенных до стопроцентной гарантии до стопроцентной надежности наших кораблей так по приблизительным оценкам корабль восток к моменту пуска и полета Гагарина был доведен до примерно пятидесяти процентной степени надежности для Королева это было нормально он понимал что это что это такое и космонавта выбирал по степени фартовости это я сейчас говорю какие-то очень крамольные мысли которые не вписываются конечно в известную каноническую историю что Королев выбрал Гагарина за его светлую улыбку и вот самые такие гагаринские черты характера которые весь мир воспринял естественно с большим одобрением на самом деле конечно главным было то что Королев понял что среди первых космонавтов Гагарин был самым везучим это был человек который тоже как и он прошел огонь и воду который выжил будучи мальчиком в оккупации который выжил во время оккупации момент может быть кто-то знает его повесили немцы но мальчик Юра выжил и вот как назло немцам полетел в космос через много лет это история это потрясающе к слову сказать завтра мы возможно этот разговор продолжим в музее Гагарина я завтра выступаю на родине Гагарина в музее в музее Гагарина в городе Гагарины музей этот называется музей первого полета нас там ждет интересная лекция вход свободный кто жителей Гагарина приглашают туда и ближайших районов да и кто хочет может приехать даже на электричество во сколько во сколько будет сейчас я уточню а послезавтра желающих приглашаю в Смоленск в планетарий Смоленске где речь пойдет уже о других космических загадках связанных со степенью космической угрозы сейчас маленькая пауза я уточню время извините за маленькую паузу завтра в 13 часов в мемориальном музее Гагарина в городе Гагарине я вас жду вход бесплатный а послезавтра в Смоленском планетарии в 14 часов завтра в 13 а послезавтра в 14 вход в планетарий тоже бесплатно так что этот разговор наш сегодняшний плавно перетечет в завтрашнюю лекцию но уже не на волнах радио а на родине Гагарина да уж не будем так утомляться не будем Гагарин к нашей истории имеет самое наипрямейшее отношение поскольку этот человек конечно во веки веков прославивший себя первым полетом в космос готовился к первому полету на Луну это был человек он Алексей Архипович Леонов и еще несколько человек тоже так сказать известных по более поздним полетам участвовали в лунной гонке в качестве космонавтов но к сожалению по понятным причинам мы уже знаем заранее так сказать финал этой истории они на Луну не летали хотя так сказать периодически их туда запускают всякие конспирологические фильмы вот там вышел несколько лет назад фильм про полет якобы секретный полет советского корабля пилотируемого я был первым как оказалось кто приехал к Алексею Архиповичу Леонову и рассказал глядя в его глаза вот глядя за его реакцией на это а вы знаете что раскрыли тайну что полет советский все таки был но он держа он был скрыт в тайне ну на самом деле это полнейшая глупость как это можно сделать в то время как полеты такие обслуживают тысячи человек когда радиопереговоры в состоянии перехватить радиолюбителей во всех точках земли и перехватывают как как сделать так чтобы этот полет прошел в тайне это конечно останется на на совести режиссера вот таких таких фильмов ну я первым был кто рассказал Алексею Архиповичу что на самом деле так сказать это тайна раскрыта и вот в художественном фильме значит про американский Аполлон-19 знатоки знают что Аполлон-19 18 19 и 20 Аполлоны к Луне не летали хотя были созданы к этому мы сейчас подойдем к этому так сказать к этому темному моменту нашей истории но вот по фильму Бикмамбекова Аполлон-19 почему-то все-таки полетел к Луне не буду рассказывать содержание этого псевдо документального фильма чем там все закончилось сразу скажу финал там из разряда умерли все атаку оптимистически но любопытно то что перед смертью американские астронавты увидели советский пилотируемый корабль где тоже был погибший космонавт надо сказать скопировали советский обитаемый модуль про который я сейчас говорил сходите посмотрите его на ВДНХ скопировали очень хорошо то есть там он конечно с такой документальной точностью воспроизведен там лежит в фильме лежит космонавт такой скелетированный к слову сказать а как вы представляете какие микробы должны были объесть мясо в вакууме в вакууме космонавта который умер погиб внутри корабля вот что за микробы такие так сказать ну видимо инопланетные я так думаю правильные космические микробы просто с ними не знаком вот и все ты просто отстал чуть-чуть чуть-чуть бывает вот но я был первым как оказалось который рассказал эту историю Леонову который должен был лететь внимание в первом космическом полете на Луну и если предположить на мгновение что фильм Бекмамбетова правдив тогда по идее вот тот скелет того погибшего на Луне секретного советского космонавта этим скелетом должен был быть сам Алексей Архипович который несмотря на такую вот абсолютно достоверную так сказать историю сидел передо мной живой и здоровый вовсе не в образе скелета вот и очень долго не мог понять вообще я говорю всерьез или шучу вообще о чем идет речь но когда он понял что я не шутил позвольте мне так сказать его ответ в силу того что мы все-таки на цензурном радио выступаем я его ответ здесь не воспроизведу но думаю вы догадываетесь что он думает по поводу этой программы в смысле того как была представлена эта программа вот теперь мы подходим к самому важному значит безусловно вот теперь встаньте на сторону наших исследователей во главе с Василием Павловичем Мишиным мы говорили я говорил вот в основном ссылаясь на этого как я считаю самого большого авторитета в советской лунной программе кто может быть более важным авторитетом чем ее руководитель и понятное дело что одновременно с этим одновременно с тем что они и самые осведомленные они же наверное одни из самых заинтересованных ну понятно когда вы участвуете в гонке понятно что вы переживаете как победы так и неудачи и по возможности так сказать что-то приписываете в свою пользу поэтому здесь можно сказать они не то что самые непредвзятые наоборот они самые предвзятые здесь участники и свидетели событий но если даже они включая Василия Павловича Мишина говорят что да все-таки американцы были на Луне значит что называется у них на это есть все основания хотя хотя на их месте другой бы сказал это все они смухлевали это все они так сказать неспортивно выиграли допингами и всякими закулисными манипуляциями конечно всякие закулисные махинации были безусловно одно тут темную историю с возможным взрывом на стартовой площадке как бы сказать одну ее можно чего она только стоит но как говорят победители не судят все-таки американцы полетели значит на чем основаны да как говорят в таких случаях спорщики пожалуйста факты в студию на чем основаны такие утверждения они есть они проверяемы и если как бы не уходить сильно в эмоции и не обвинять там человека который рассказывает вам точку зрения которая вам не нравится проверять ее то они проверяемы значит во-первых весь ну понятно что весь мир наблюдал трансляцию полета этих кораблей весь мир кроме двух стран кроме Советского Союза не наблюдали еще в Китае но понятно что трансляцию можно сфальсифицировать это с успехом делалось очень замечательно делалось конспирологи без труда вспомнят трагические другие трагические случаи когда прямые трансляции делались подтасованные это можно сделать но помимо телетрансляции были и радиотрансляции точнее радиопереговоры между экипажами и центром управления и вот эти радиопереговоры без труда ловились не только нашими соответствующими радиослужбами которые конечно же были на чеку и конечно так сказать мы отслеживали все эти полеты но для некоторых наверное это удивительно будет узнать это делали и радиолюбители и советские радиолюбители и западные радиолюбители для радиолюбителей надо сказать это вообще лакомная цель у меня есть знакомые которые и сейчас с удовольствием у них хобби такое слушают радиопереговоры с космическими экипажами вот летает пролетает станция МКС ну раньше станция МИР а еще раньше салюты и радиолюбители эмпирическим путем или там через знакомых узнавая частоты на которых космонавты общаются просто элементарно прослушивали вот эти разговоры да знатоки знают что у западных американских астронавтов были и так называемые секретные частоты то есть основная масса радиопереговоров шла на одной и той же частоте но время от времени астронавты переходили на секретную частоту это не совсем слово секретное не совсем точное дело в том что нет радиочастоты которую не мог бы перехватить профессионал просто потому что есть практически все диапазонные радиопередатчики поэтому если ты переходишь на какую-то секретную частоту то правильно говорить уточнять либо это просто правильно назвать эту частоту запасной то есть заранее договариваются о запасной частоте цифра которая держится в тайне ну так поступают например наши дальнебойщики они все разговаривают на одной и той же частоте но поскольку иногда на этой частоте стоит гвалт ну или иногда хочется сказать что-нибудь такое конфиденциальное ты заранее договариваешься со своим напарником о том что сказав давай переходим на запасную частоту вы переходите там допустим на канал номер 19 на самом деле этот канал тоже можно прослушивать его и прослушивают но поскольку выбор большой а вы переходите быстро на эту частоту тем кто подслушивает нужно некоторое время чтобы вас найти на большом количестве частот поскольку на это требуется время то чаще всего короткий разговор выпадает из поля зрения чужих ушей любопытных если вы очень быстро перейдете на запасную частоту быстро скажете какое-то очень важное короткое сообщение и уйдете с этой частоты то есть большой шанс что вас не успеют запеленговать и услышать вот чем действительно и занимались американцы они увидев что-то важное переходили на запасную частоту но поскольку иногда задерживались на ней видимо информация была достаточно интригующей и поэтому эти запасные частоты тоже через некоторое время становились известными в узких кругах и уже слушали и их тоже так что попытки если кто-то думает что там были совсем секретные переговоры увы в более поздние времена появились уже кодировки ради переговоров ну сейчас такие используются в военных целях ради переговоров ведутся на закодированных каких-то частотах но это уже более серьезная радиоаппаратура и в космонавтике ну по крайней в то время и в гражданской космонавтике она точно не применяется вот так что можно сказать что львиную долю всех радиопереговоров за исключением вот тех коротких посланий которые в силу своей краткости не попали в поле зрения этих радиолюбителей вот за редчайшим исключением все эти переговоры известны причем для специалистов если для радиолюбителей они просто любопытны для специалистов они еще и очень информативны то есть можно доказательно понять где находится только основываясь на одной задержке сигнала можно понять как далеко находится объект с которого ведется радиопереговоры дело в том что задержка будет разная если допустим это будет имитация разговора если передатчик находится на земле или в земном пространстве она будет задержка сигнала другая чем если бы аппарат передатчик находился бы на окололунной орбите я надеюсь это понятно в силу расстояния это во-первых во-вторых благодаря тому что профессионалы еще обладали и радиоперегующими устройствами то можно было вычислить и направление откуда ведется переговоры ну на это правда есть возражение скептиков которые утверждают что ничего так сказать удивительного американцы тоже не глупые они могли запустить к Луне корабль пустышку с допустим с магнитофонной записью и этот корабль без астронавтов мог лететь и передавать там заранее записанные ну там содержательные какие-то переговоры это конечно очень любопытная так сказать версия к слову сказать некоторые американские астронавты даже такие шуточки так сказать делали широко известен такой прикол когда один из астронавтов записал попросил свою жену записать диалог из трех фраз но это был просто высший пилотаж и вот видимо так сказать может быть он и дал основание отродиться такой легенде что и все все эти переговоры были тоже надувательством и вот заранее записанным таким радиоспектаклем значит вот у американца этот радиоспектакль состоял в том что просто на том основании что диалог из трех фраз можно было заранее просчитать то есть предположить какие вопросы задаст зададут земли и зная какие вопросы зададут они были предсказуемы на них соответственно заранее записали ответы но поскольку невозможно было придумать какой вопрос зададут четвертым то четвертый ответ и не записали короткий диалог состоял в следующем что когда сменилась смена у радистов на земле в Хьюстоне и когда смена меняется то ради переговора естественно начинаются с приветствий добрый день это Хьюстон обычно так начинается фраза и в ответ с орбиты значит новая заступившая смена специально знали кто заступит на смену поскольку это одни и те же имена просто они так сказать чередуются меняются дежурные смены и заранее знали что в одной из таких смен работает знакомый и друг того астронавта который был на орбите он записал дал жене магнитофон и попросил записать фразу привет Хьюстон это ну допустим Мэгги так звали жену этого астронавта вполне понятно что следующие фразы изумленные радист должен был земле сказать Мэгги это ты что ты там делаешь это был предсказуемый вопрос на него записали ответ да я просто зашла к своим мальчикам не волнуйтесь я скоро уйду я просто принесла свежих пирожков и вот этот ответ он шокировал радиста и он не знал что ему дальше сказать и выключил связь он просто был в шоке вот но это был естественно веселый розыгрыш жена астронавта конечно же была на земле так же как ее свежие пирожки вот но как вы понимаете придумать диалог на несколько суток это конечно же не просто высший пилотаж это почти нереально тем более что передатчик действительно должен был находиться на поверхности луны ну или в окололунном пространстве следующее доказательство я напоминаю я заранее отвечаю на предсказуемые вопросы скептиков факты на стол на каких фактах можно основываться когда мы говорим о том что американцы летали на луну это то что американцы привезли на луну уголковые отражатели ну или еще по-другому эти предметы эти устройства называют катафотами значит устройства используемые очень широко в виде катафотных лент катафотных отражателей в частности вдоль дорог обклеивают ими на фарах под фарниках катафоты используются в машинах очень широко эти устройства отражают свет посланный в ту сторону откуда он пришел то есть если вы светите фарами на какой-то автомобиль на какое-то катафотное устройство то в ответ вы видите свет собственных отраженных фар если вы посветите лазером не дай бог пожалуйста не повторяйте это в катафот в ответ вы получите ослепляющий свет лазера в своем направлении вспомните пожалуйста знаменитый фильм по-моему он называется Москва Косепе пусть меня поправят знатоки когда подростки прилетевшие на планету завоеванную там злыми роботами победили одного из роботов который их должен был не роботов победили они залезли в центр куда надо было проникнуть для того чтобы реактор сжечь или там систему энергоснабжения и там лазеры их начали полить и они зеркальце у девочки взяли кругленькое и туда направили вот так это было и взорвали эту всю систему правда с оговоркой все-таки этот лазерный центр был под руководством злых роботов ну естественно естественно просто не самого робота сожгли а сожгли те систему защиты которая стреляла в них лазером полила лазером чтобы их уничтожить вот они обратно лазерный луч направили через зеркало точно но вот я об этом упомянул только с оговоркой да у девочки действительно было зеркальце женское девичье но это зеркальце надо было еще как-то очень здорово направить на подставить под лазерный луч строго под 90 градусов чтобы отразившийся лагерь лазер лазерный луч попал на источник этого лазерного излучения в противном случае вот такое зеркальце бесполезно но к счастью по фильму понятно девочке это удалось я подсказку такую даю если бы у девочки был катафот то прицеливаться и не нужно было достаточно под почти любым углом сунуть этот катафот и опля робот злой побежден так вот на Аполлонах и не только на Аполлонах на луноходах будете на ВДНХ опять зайдите посмотрите на луноходы там один из луноходов есть ну по-моему он есть в Мемориальном музее еще если сами не найдете попросите гидов что вам показали уголковый отражатель он есть на многих кораблях пилотируемых и беспилотных в том числе и на советских этих самых луноходах которые на луну садились для чего они там находились для того чтобы люди находящие не злые роботы а добрые люди находящиеся на земле могли лазером посветить на луну внимание с какой целью конечно не с боевой не с целью кого-то там сжечь поскольку расстояние чудовищное порядка трехсот тысяч километров до луны то любой самый мощный лазер очень сильно ослабеет мощность его дойдя до луны но тем не менее он обязательно отразится от этого уголкового отражателя и вернется на землю тем самым покрыв это расстояние от земли до луны дважды туда-обратно и вот как показывает практика то есть такие эксперименты многократно повторялись в том числе спустя десятилетия после вот этих лунных полетов то есть если у вас есть мощный лазер не лазерного каска именно мощный лазер то даю подсказку это может сделать любой человек и ну любая организация имеющая такую мощную технику и периодически такие эксперименты делались в ту область где стоят советские луноходы на мертвом якоре или американские спускаемые корабли вот зная где это находится область причем достаточно точно прицеливаться не надо потому что на таком расстоянии самый узкий пучок лазера расходится до круга там диаметром несколько километров то есть если вы попадете в эту точку с точностью плюс-минус километр то этой точности достаточно вот представляете плюс-минус километр в этом случае там плюс-минус километр вы все равно попадаете лазер лазерный луч отражается приходит на землю и вот здесь важно еще иметь очень высокочувствительную приемную аппаратуру способную отследить лазерный луч на уровне уже отдельных фотонов к сожалению визуально заметить этот лазерный луч мы все знаем что лазерным лучом нельзя светить по глазам потому что там можно выжечь сетчатку но смотреть на лазерный луч пришедший с луны можно и нужно но заметить его почти нереально потому что он очень-очень слабый но аппаратура чувствительная фоточувствительные матрицы этот лазерный луч сильно ослабевший фиксирует очень надежно достаточно там несколько фотонов поймать чтобы быть уверены да это ваш собственный отраженный луч поэтому если вы светите просто в обык какую точку луны где уголковых отражателей не стоит вы в ответ не получаете этих фотонов потому что они не отражаются от пыльной поверхности луны если вы лазерным лучом чиркните по тому кругу внутри которого находится спускам аппарат вы тем самым гарантированно подтверждаете что как минимум уголковый отражатель вы естественно не видите этого аппарата но по пришедшим фотонам можете сто процентов быть уверены что уголковый отражатель на месте были слухи время от времени в прессе попадают что ну однотипные такие вот истории что посветили в ту точку где стояли Аполлоны и ответ пришел такие такие случаи были может быть они уже никому не интересны потому что это банальное событие а случаи когда посветили и ответ не пришел больше будоражит так сказать общественность потому что это уже сенсация на уровне а куда делся Аполлон они укралили его инопланетяне но никому не приходит в голову говорить о том что его не было потому что до вас светили вот я не знаю как бы сказать как объяснить такие казусы единичные когда лазерные лучи не возвращались что там происходило конечно сказать что там туча нависала над над этим объектом и там затмила лазерный луч это конечно смешно но может быть там мимо просто проходил какой-нибудь прохожий и там с зонтиком и тоже закрыл уголковый отражатель не напланетяне там просто на своем корабле летали может быть подчеркиваю но это уже из разряда ученые шутят наверное так так что вот хотя бы основываясь на этих нескольких проверяемых я подчеркиваю фактах можно уверенно говорить что факты говорят в пользу того что уголковые отражатели а значит и корабли там есть да есть конечно следующий уровень возражений говорят что на самом деле туда запускали только имитацию а на самом деле не летали в ответ на это я возражу следующее что это действительно можно сделать то есть технически даже на уровне там 60-х годов можно было придумать систему которая автоматически посадит корабль это подчеркиваю это очень и очень тяжело это почти нереализуемо даже вот сейчас несмотря на наличие обилия более совершенной кибернетической компьютерной техники не подожди Вадим вот тут давай так каким образом наши луноходы высадили если посадить надо было не только посадить правильно площадку но еще с нее чтобы стартовал луноход поэтому я в данном случае вот этот вариант не принимаю можно было просто сбросить что угодно чтобы он был направлен вниз этим катафотиком вверх остановился вот и все если наши справились с высадкой этих луноходов а не просто с посадкой я этот вариант принимаю он более чем замечательный и здесь он доказывает что это действительно реально я лишь я не говорил что это невозможно я говорю что это чрезвычайно тяжело и гораздо проще было по крайней мере на том уровне техники компьютерной которая тогда была а я напомню что мощность компьютеров Аполлона всех бортовых компьютеров Аполлона была меньше чем у обладателей современных мобильников то есть если у вас есть в кармане мобильник я даже не спрашиваю там какой айфон и даже если это не айфон и не айпад а просто мобильный телефон который тянет игрушки там средней мощности это означает уже автоматически что он мощнее ваш суперкомпьютер ну никто его так не называет просто если бы такие мощности были тогда то их бы однозначно тогда назвали суперкомпьютером потому что на Аполлонах были возможности меньше и они не позволяли вот быстродействие тех компьютеров не позволяли гарантированно сажать корабли без участия человека вот это конечно не распространяло на советские беспилотники они с успехом сажались но правда не будем кривить душой иногда иногда сажали иногда не получалось все-таки автомат есть автоматы наши луноходы напомню были не совсем автоматами то есть они не совсем работали в автоматическом режиме они были пилотируемыми может быть кому-то это покажется удивительным просто пилоты шоферы водители этих луноходов правильно должность так называлась находились на земле да сигнал они получались с некоторой задержкой и соответственно ответ который они посылали ну так повернуть вправо повернуть влево остановиться тоже так сказать луноход получал тоже с задержкой примерно на все про все вот поставить сигнал на землю обработать его и вернуть обратно занимало примерно минимум полторы максимум несколько секунд но если вы не гоните на предельных скоростях по поверхности луны в принципе такая задержка ну не страшна тем не менее умудряли все-таки и вот из-за этой задержки и заехать там в кратеры несколько раз неудачно заезжали парковались но тем не менее так сказать все-таки наши водители оказались асами молодцы но подчеркиваю тем не менее если кто-то думает что наши луноходы это роботы которые сами по своей так сказать заложенной программе там ездили это не совсем так это были все-таки управляемые дистанционно управляемые игрушки ну хорошо понятно это все не разжоп потому что время уходит здесь еще вопросы такие Вадим-то вещает сам в реальности или это в реальности смотрите на часы по Москве сейчас 22 часа и где-то около 10 минут у кого в зависимости с задержками интернет тоже отдает не все ровно 5 октября 2016 года поэтому если у вас примерно по Москве совпадает время и дата календарика значит Вадим вещает не в запись а в живую а вот дальше уже следующий день будете слушать уже в записи давай просто не разжевывай так сильно у нас все-таки интеллектуалы не забывай радио-то интеллектуальное у нас люди подтягиваются интересующиеся надеюсь что наши интеллектуалы основываются хотя бы на этих нескольких фактов которые я привел возражать против них сложно не-не-не вот я сейчас ты сразу же смотри давай по поводу так во-первых есть такая система называется ретранслятор когда принимается сигнал причем он приниматься может на любой частоте а отдается на своей частоте которая нужна этим пользуются как раз телевизионные компании которые находятся в сетке ну первый канал например известный по России там какие-то другие то есть передается одинаковый сигнал по своему каналу по спутнику там или еще как-то они дальше транслируют уже на той частоте которая принимается приемниками здесь телевизионными в этом регионе то же самое по радио есть и так далее технологии известны поэтому я нисколько не исключаю того что был посажен вот таким же способом как например ребята смотрели как садиться сидя на земле да вот они же посадили наши сумели посадить но американцы они немного же тупее но те же самые головы те же руки ноги и так далее тем более там были перебежчики с нашей стороны вот посадили таким же образом какую-то там ерундовинку приклеенный с приклеенными катафотиками с установленным ретранслятором куда по секретной связи никому неизвестному неизвестной частоте что-то передавалось дальше ретранслятор просто отдавал уже на тех частотах которые кто-то ловил это первое то есть здесь это решается очень просто уважаемые радиослушатели вы только что прослушали краткое содержание замечательного фильма моего любимого фильма если вы его не смотрели обязательно посмотрите фильм называется Козирог 1 посмотрю я тоже не смотрел где примерно да не примерно четко реализовано именно то что сейчас вы услышали вот то есть замечательно просто вот замечательная иллюстрация к этим то есть такой же такой же версии получается что одновременно одной посадкой мы добиваемся и установки катафотов которые могут принимать и отражать да и в то же время И полностью имитировать, как будто бы идет переговор Хоть ты два дня, хоть десять дней разговаривай оттуда Все будет нормально Дальше, каким образом, например, говорить летали-нетали Мне кажется, что я допускаю Хотя многие скептики говорят, что не было двигателя Для того, чтобы американцы туда долетели А у нас были И до сих пор покупают Но это мы оставляем Я допускаю, что могли ребята туда прилететь Вокруг Луны Могли летать и управлять, например То есть имитация, что они там Ну даже не имитация, а что они вокруг поворощались Это я не исключаю абсолютно Но для того, чтобы создать больше шоу Потому что это все-таки огромные деньги Как мы с тобой в одном из эфиров говорили Там коммерция была очень конкретная И отбилась она очень хорошо Об этом чуть-чуть позже, с вашего позволения Ну хорошо, но мы уже это касались Просто я напоминаю То они могли там, да, летать вокруг Управлять посадками Разговоры какие-то проводить, что угодно Могли это делать И возвращаться также успешно назад Почему? Потому что Опять же, многие скептики говорят Что вы посмотрите на их скафандры Они абсолютно не предназначены Для прогулок по Луне Это скафандры, которые просто Ну вот просто по всем Когда специалисты там типа изучают Сказали, они не готовы Для выхода в открытый космос Да, вот внутри этих космолетов Прекрасно себя вели Все здорово, замечательно Но так попрыгать по Луне скорее нет Ну и дальше там всякие отпечатки следов Там, как, что там двигается Что отражается и так далее Там много чего было В дальнейшем в студии просто было доснято То, что нужно было доснять Ретрансляторы хорошо ретранслировали Катафотики были установлены Даже я не исключаю того, что была Какая-то станция, которая сумела Все-таки опуститься и стартануть обратно Может быть даже грунт какой-то был захвачен Роботом, ну который бур просто опустился Бур туда пропустил и стартанул Ну, чтобы люди не могли там поместиться Поскольку слишком слабый был обратный двигатель Слишком слабый обратный двигатель Да, надо же учитывать, что не только сесть надо Но еще и обратно стартануть А у Луны все-таки никакая гравитация есть Притяжение, то нужен двигатель мощней А с двумя, с тремя людьми Это сделать очень сложно Тем более с аппаратурой Вот, поэтому там бы скорее всего было разбито так То, что могли сделать роботы Они сделали Взяли грунт, поставили катафотики Ретрансляторы поставили Для общего качества Да, там кто-то покрутился вокруг Луны Не кто-то там, может быть, много покрутился Вокруг Луны Поснимали там и так далее Но самой высадки человеческой Учитывая все вот эти факторы Скорее всего не было А студийно было доснято И очень хорошо было такое шоу проведено Это вот, я сейчас сублимировал Те возражения, которые очень часто Очень часто можно увидеть, услышать И если сложить, то получается, что Разгромить можно Был ли подвиг? На мой взгляд, отчасти, да, был Даже если учитывать, что они покрутились вокруг Луны И сумели посадить, взять пробы Там вернуть что-то Вот это я допускаю И, в общем-то, унижать И принижать никого я не хочу Я принимаю половину из услышанного Соглашаюсь с половиной из услышанного А с половиной категорически не соглашаюсь Сейчас объясню О каких половинах идет речь Значит, во-первых, я не зря, может быть, слишком увлекся Сравнениями современных компьютеров И компьютеров тогдашних Доказывая очень важную для меня здесь ключевую мысль Что тогдашние возможности автоматов Они действительно заслуживают большое уважение Для того времени это было чудовищное Просто шаг технический вперед Они заслуживают уважение Но они явно проигрывали возможностям человека Простой, очень доходчиво простое сравнение Лучшие автоматы советские того времени Почему смело могу их назвать лучшие в мире Поскольку американцев были хуже Пожалуйста, не удивляйтесь Лучшие автоматы космические того времени Самым последним из них была, по-моему, Луна-24 Которые в автоматическом режиме Садились на Луну, забирали лунный грунт И привозили обратно на Землю Интересующая история космонавтики Знают про эти три космических робота С успехом выполнивших эту миссию Не путать с двумя роботами Луноход-1 и Луноход-2 Которые на Землю не возвращались Которые занимались изучением Луны Как бы сказать, не покидая Луну Три робота Садились на Луну Забирали грунт Привозили его на Землю Значит, при этом Это чрезвычайно сложная Почти ювелирная миссия На уровне Даже не на уровне А выше любого из известных уровней Того времени Подчеркиваю Лучший из лучших Привозили на Землю Всего, внимание Несколько сотен граммов Лунного грунта Для сравнения Этого лунного грунта Если насыпать вам В стакан, из которого вы пьете Утреннего кофе Он не займет полностью ваш стакан Это объем Менее стакана Вот что привозили В конечном итоге Эти роботы При этом Ты подтвердил, что Маленькие двигатели Слабенькие Которые обратно возвращались Нет, нет Следите за руками Следите за руками Давай Следите за руками Точнее за манипуляторами Брал этот грунт Естественно Манипулятор робота Он в состоянии был На тот момент Забрать всего Несколько сотен грамм И это подчеркиваю Это величайшее Достижение робототехники Одновременно с этим Обычные человеческие ручки А вот теперь Следите не за манипулятором А с ручками Обычные руки Американского астронавта Которые явно проигрывали Рукам сибирского мужика Какого-нибудь Если бы он там был Могли собрать Несколько десятков Килограмм Чувствуйте разницу Сотен грамм И десятков килограмм Это во время Первых полетов А во время Последних Они умудрялись Когда повышали Мощность Повышали Такие мощности Своих двигателей Они Ведь Сажали Вес большой На поверхность Луны Они например Сажали На последних миссиях Лунные роверы Это такие Лунные Вездеходики На которых Они ездили По луне Эти вездеходики Они оставляли На луне Чтобы облегчить Но они не нужны Их не нужно Обратно тащить К слову сказать Вес Таких Всего того Груза Который Сажали На луну Если Выражать Его в стоимости Был В 17 Раз Более Дорогим Чем стоимость Вот Этого Изделия Если бы Сделали Из чистого Золота Вот Вот такая Была стоимость Чудовищная Так вот Облегчив Вес Своих кораблей За счет Потому что Они сбрасывали Эти роверы И другие Так сказать Ненужные элементы Они вместо Этого Брали Лунный грунт И на последних Месях Научились Привозить На землю Уже сотни Килограмм Лунного грунта То есть Иными словами Причем То что они Привозили Именно лунный Грунт Мы подтверждаем Потому что Вернувшись На землю Мы делились Привезенными Трофеями И Специально Обученные люди Подтверждали Что да Вот Грунт наш Привезенный Нашими роботами И грунт Привезенный Американцами Совпадает Ну Где-то Была разница Там какая-то Где-то Совпадение Там до Десятой Запятой Так что Так сказать В аутентичности Этих Грунтов Так сказать Сомневаться Не приходилось Подделать его Сложно То есть Проще Вместо того Чтобы подделывать Проще Дешевле Слетать То есть Мы подходим К страшному Доводу Очень мучительному Наверное Для И почти Невероятному Для тех У кого в руках Современные Айпады Им сложно Поверить В то Что В то время Человек Выигрывал Вот в этой Гонке С роботами И роботы Были Неконкурентны Человеку Сейчас Да Ситуация Может быть Другая Но на тот Момент Иной Возможности Чтобы привести Сотни килограмм Грунта На землю Чем Сделать это С помощью Человека Собственно И не было И хотя бы Вот на этом Основании Приходится Признать Что Увы Так сказать Это мог сделать Этот человек Но на этой Оптимистической Ноте К сожалению Для американских Патриотов И так сказать Уже к радости Патриотов Других Патриотов Патриотов Доводы мои В пользу Вот Американской Версии Заканчиваются И начинается Что называется И начинается Вторая серия Других Доводов Наверное Это тот Случай И когда мы Говорим об Американской Вот этой Таинственной Миссии Не совсем Таинственной Это немножко Пошутил Об этом Случае Доводы Заканчиваются И оказывается Ситуация Когда правы И те И те Когда правы И те Кто говорит Что американцы Были на Луне И когда правы Те Что говорят Что На самом деле Это было Сфальсифицировано Снято Видеозаписи И фотозаписи Были сделаны На земле Надо сказать Чем дальше Уходит Эта история Тем больше Таких Доводов Находится В частности Например Один из Недавних Просто Подарков Судьбы Для сторонников Этой версии Я напомню Совсем Недавно Когда Возмущение Явные Подтасовками В этой Американской Пилотируемой Программы Когда Возмущение Вылилось Через край Потребовали Предоставить Исходники Видеозаписей Сделанных Американцами На Луне Казалось бы Чего проще Вы же летали На Луну Летали Я только что доказывал Что это так и было Снимали на Луне Конечно снимали Они не могли Не снимать У них Понятно На видеофотоаппаратуре Не жалели Денег Если уж Такие дорогие Были Спускам Аппараты То уж По сравнению Со стоимостью Видеоаппаратуры Это просто Копейки Жалкие Вот Снимать Снимали Есть Десятки часов Видеозаписи Есть Кинозаписи Прошу прощения И Понятно Тысячи Снимков Тысячи Тоже На пленке Тоже Так сказать На старой Архаичной Так сказать Технике Но тем не менее Они есть И вот Когда потребовали Предоставить Снять эти все Вопросы Мы ведь Эти видео И фотодокументы Знаем по их копиям Естественно Их цифруют Естественно Их копируют Показывают Ну то что нужно Так сказать То что считают Нужным показать Покажите оригиналы И Надо же Такому Течению Обстоятельств Произойти Оказалось Что Некая Уборщица Извините Это я сейчас Не бред Я Не бред Несу Я В здравом Рассудке Сейчас Нахожусь И Вовсе Не шучу Но то что я сейчас Говорю Вообще Выглядит Извините Как бред Или как Глупая шутка Некая Уборщица Проводя Уборку В архиве НАСА Значит Перевернула И Как Видимо Уборщица Это слон Как Слон В посудной Лавке Она Уничтожила Случайным Образом Весь Видеоархив Лунной Пилотируемой Программы Звучит Смешно Это Тысячи Тысячи Образцов Как Это Она Могла Сделать Я Не знаю Если бы Это был Майор Или Полковник ГРУ ФСБ Или КГБ Он Абсолютно Точно Уже Герой Советского Союза Или Герой Российской Да Это Герой Российской Федерации Это было Несколько Лет Назад Если Это Действительная Рядовая Уборщица То Кто-то Думает Ее должны Были Расстрелять Нет Ее Я не помню Ее аж Символически Что-то такое Символически Оштрафовали Но дали премию Потом Чтобы покрыть Да еще Медалькой Наградили Так все нормально То есть Как прокомментировать Этот случай Именно Проделками Этой Злонамеренной Уборщицы Объяснили Ой Вы знаете Архивы были Но они Случайно Вот Случайно Вчера Как раз Они еще Вчера Были Но сегодня Уборщица Тетя Мэгги Некая Их Уничтожила Так что Простите Придется Вам пользоваться Все теми же Не оригиналами А копиями Причем теми Которые Мы вам Предоставили Вот Незадолго До этого Вот здесь Маленькое Отступление Назад Мои Мои Добрые Так сказать Помощники Хотя На самом деле Трудно Таковыми Назвать Из Японии Из Телекомпании Осахи Снимая Фильм Про американскую Лунную программу А японские Телезионщики Как вы догадываетесь Весьма Они бедные Господа Они Еще Они успели До того Как злая Тетя Мэгги Уничтожила Все Архивы Американские Лунные Они до этого Взяли И выкупили Часть этих Архивов Американцы Люди Так сказать Прагматичные И Я не знаю Мне О какой сумме Недречь Но видимо Сумма Удовлетворила Так сказать Американцев И они Продали Часть архивов Архивы Огромнейшие Может быть Даже И до конца Не разобранные Для кого-то Это может быть И удивительно Звучит И Японцы Взяли на себя Так сказать Смелость И наглость Эти Частично Эти архивы Купить Они Их Издали Замечательную Книжку И вот В виде книжки И в виде Отдельных Фотографий Которых На самом деле Насчитывается Сотни Они Подарили мне В знак Благодарности За помощь При съемках Фильма О Кыштымском Карлике Значит Это отдельная история Мы о ней Рассказывали В одной Передач Поскольку Я Отказался Им помогать За деньги Но Действительно Помог В съемках Они Вот не зная Как Отблагодарить Меня Но не деньгами Они предложили Вот давайте Мы вам Поделимся Американскими Архивами Я думаю Я Абсолютно Точно Не прогадал Ну По крайней мере То что они Подарили Мне Лично Меня Так сказать Больше Удотворило Если бы Дали Просто Деньгами И вот На этих Архивах В этих Архивах Действительно Видны Множество Там Множество Фотографий Причем Далеко Не все Фотографии Предсказуемо Вполне Оказались Хорошего Качества Ну Не бывает Даже У самых Опытных Фотографов Вы же Понимаете Когда ходите На их выставки Видите Замечательные Фотографии Когда вы Видите Вы должны Понимать Что помимо Этих Замечательных Фотографий Есть Много Неудачных Поэтому Ничего удивительного Что Большая часть Американских Фотографий На Луне И около Луны Тоже плохие Там Много Брака Там Много Засветки Там Всякие Неудачные Кадры Неудачное Поставленное Освещение И так далее И тому подобное Это вполне Предсказуемо Я это без критики Какой-то особенной Говорю У всех Это есть На многих кадрах Вот это было Мне уже интересно На многих кадрах Видно Нечто Непонятное Настолько Что Как бы сказать Это головоломка Что же там Изображено Может быть Соринка Летит Рядом С объективом Может быть Она летит За За иллюминатором А может быть Приклеилась К иллюминатору И подсвечивается Солнцем Там есть Конечно Такие Неоднозначные Кадры А есть Однозначные Кадры Когда действительно Понимаешь Что над луной Летит Нечто Техногенное Но не похоже На Детали На Элементы На Контуры Американских Кораблей То есть Летит какой-то Корабль Но не Американский Это Так сказать Я без всяких Намеков Напрямую Говорю Да Там есть Кадры Которые Всерьез Заставляют Говорить О том Что американцы Действительно Видели Что-то Чужеродное Что-то Неопознанное Правда Это кадры Естественно Ну Как В Офологических Классификациях Принято Говорить Это Это Примеры Контакта На большом Расстоянии То есть Это Примеры Дальнего Контакта Неближнего То есть Нет ни одного Кадра Условно говоря Вот так Чтобы вблизи То есть Какие-то Далекие Объекты В том числе И очень сильно Напоминающие Техногенные Объекты Может быть Даже Правильно Сказать Это и есть Техногенные Объекты Вот Но не наши Значит Это Это Конечно Другая Так Сать Уже Ветвь Нашей Загадки Но В любом Случае Вот Из этих Кадров Для меня Однозначно Следует Что Да Это Это реальные Кадры Со всеми Их браками Что На мой взгляд Еще более Еще лучше Доказывает Что они Делались В реальных Не бытовых Условиях Но эти кадры Разительно Отличаются От того Что мы Имеем В Уже Официальной Истре Студийной Версии Вот С хорошим Качеством Вот Вот То что Нам То что Выкупили Японцы И то что Есть в Учебниках Истории И в Красивых Глянцевых Книгах Фотографии На весь Разворот А Я еще Покупал Плакаты Плакатного Качества Которые То есть Качество Которое Можно Растянуть Там На пол Стены Ты поддержал Эту аферу Своими деньгами Эх ты Ну уж Больно красиво Каюсь Купился Купился Ну что там Что поделаешь Понимаешь Голливуд рулит Голливуд Наше все Мы Порой Поддаемся На соблазн Сходить на Красивый Голливудский Фильм Так вот Конечно Вот Я тем самым И подтверждаю Что это Продукция Конечно Голливудского Уровня Значит Эти догадки Они Конечно же Уже давно Не являются Догадками Еще Во времена Того самого Василия Павловича Мишина Который Я добрым Словом Поминал В мои Московский Алиционный Институт Привезли 12 часов Видеозаписи Который Собрал Даже уже Не Американский Адепт Вот Версии Лунного Заговора А там Существуют Существуют Такие Адепты Которые Начали Собирать Копать Под родное НАСА Такие Вот Американские Диссиденты Копающие Так сказать Эту версию Доказывающие Что На самом деле Американцы Снимали Это В Голливуде Значит Там Такие Известные Люди И Как бы сказать В своих Американских Кругах Они естественно Все Обливаются Помоями Обвиняются В том Что они Клиенты Сумасшедшего Дома Ну и так далее Как бы сказать Грязная история Естественно Их Их Всячески Так сказать Там Тритировали И Изображали Так сказать Идиотами Ну Хотя бы Вот Основываясь На тех фактах Которые я говорил В первой части Нашего разговора Ну Говорят Ну Как вы можете Это утверждать Ведь Вот посмотрите Ведь Привозили же Лунный грунт Привозили Ну да Ну а раз так Значит Ваши доводы Неправильны Вот Моя Ключевая Моя Моя точка зрения Ключевым образом Отличается От их Именно тем Что я Говорю Правы И те И те Да Летали Но Поскольку От Американских Астронавтов Требовалось Качество Изображения Плакатное И Качество Профессиональное Которое Они не могли Достичь При всем Своем Желании И Как бы сказать Старании Они старались Честно И много Из того Что они Нафотографировали Действительно Как бы Заслуживает На мой взгляд Уважения Но Американцы Были И остаются Коммерсантами До мозга Костей И они Такого Качества Не могли Удотвориться Потому что Требовалось Создать Рекламную Картинку Сейчас мы Знаем Что такое Рекламная Картинка Товар должен Быть Продан Это Американская Лунная Программа Помимо Того Что Некоторые Думают Что это Научная Программа Не только Она была И коммерческой Программой Она За счет нее Продавались Великолепно Продавались Многие Товары Которые Многократно Окупили Всю Лунную Программу Только На одних Дутиках Лунной Обуви Американцы Сумели Трижды Отбить Вложенные В лунную Программу Деньги То есть Затратили 25 миллиардов А только На продаже Лицензионной Лунной Обуви Заработали 75 миллиардов Не считая Еще Других Видов Проданной Продукции Но для того Чтобы продукция Продавалась Грамотно Нужны были Картинки Качеством Лучше А где Их сделать Вот до этого И были Привлечены Так сказать Лучшие Из лучших Специалистов Молодые Ранние Подающие Надежды Сейчас мы Имена Этих Замечательных Специалистов Знаем Вы Все Знаете Специалист Который Грамотно Сделал Видеозаписи Кинозаписи Аля Американцы На Луне Имя этого Человека Уже Вошло Так сказать В историю Это Стэнли Кубрик Человек Который На которого Положил Глаз НАСА Вовремя Увидели В этом Талантливом Молодом Человеке Так сказать Специалиста Высочайшего Уровня По спецэффектам И Эти спецэффекты Были сделаны В нужном Виде И Настолько Хорошо Снято Что На уровне Техники Того Времени Заметить Подделку Оказалось Нереальным Ну поскольку Мир Техники Мир Возможности Компьютерных Гениев Которые Там Подделки Лучше Научились Разгадывать Чем это делали В 60-е годы В наше время Разгадать Тайну Этих Подделанных Записей Было бы Просто И Поэтому Если бы Оригиналы Всплыли Я думаю Что нас бы Ждало Огромное Разочарование Поэтому Уборщица Мэгги Очень вовремя Подсуетилась И Спасло Эти оригиналы От такого Жуткого Фиаско Она просто Заработала Очередное Звание Теперь Подполковник Может быть И все хорошо Я надеюсь Да Но направили Ее Сказали что сделать Все хорошо Было еще Несколько Возможно А может быть И есть Если до сих пор Какие-то Фактики Какие-то Такие хвостики За которые Можно потянуть И вытащить Эту Аферу Так сказать На Всеобщее Обозрение В частности Я могу сказать Некоторые Съемки Стэнли Кубрик Проводил Не только В студии То есть Их нельзя До конца Назвать Студийными Записями Да Там были Студийные Записи Но были И натурные Записи Что я Под этим Подразумеваю Для Этого В пустыне Невада Было Задействованы Были Задействованы Армейские Саперные Части Которые С помощью Бульдозеров Быстро Изобразили В пустыне Невада Лунный Пейзаж Сделали Лунные Кратеры А-ля Лунные Кратеры Так Чтобы До Горизонта Ну Горизонт Знатоки Знают На Луне Более Короткий Чем На Земле То есть Это Не 5 Километров Это Гораздо Меньше Поэтому Ну Грамот Люди Грамотно Так Сделали Так Чтобы Горизонт Заламывался Круче Для этого Нужно было Выбрать Местность Так Чтобы Там Рельеф Был Соответствующий Вот На этом Соответствующем Рельефе Нарыли Кратеров И На этом Безжизненном Пейзаже И Проводили Натурные Съемки Вот В частности С поездками Роверов По Полуне Значит У Таких Съемок На момент 60-х годов Не было Никаких Как бы Скать Никаких Опасностей Вот Тогда не Видели В Таких Съемках Потому Что Проникнуть В Это Место Не было Ровным Счетом Никакой Возможность Это место Охранялось Очень Здорово И Подойти Так Чтобы Снять С соседней Горы Вот этот Лунный Пейзаж На фотоаппарат Было Нереально Значит Это Место О котором Я говорю Одно из Самых Охраняемых Мест В мире Вот Степень Охраняемости Этого Места Таковала Она Уже Стала Притчей Во языцах Что Это Место Знают Уже Во всем Мире И В основном Молва Крутится Версии Почему Это Место Охраняется Крутится Вокруг Такого Разумного Как кажется Конспирологам Предположения Что там Находятся Сбитые Летающие Тарелки Ну Конечно Знатоки Уже Догадались Что Это Место Называется База 51 Зона 4 Место Фигурирующее Во многих Во многих Так сказать Рассказах О Уфологии Значит В Америке Есть группа США Космопоиск Которые По моей Просьбе Да И С собственного Интереса И любопытство Тоже ездили На это место Ну И как Большинство Людей Туда ездит Много Людей Они Столкнулись С тем Что Подойти К этому Месту Невозможно И максимум Что могут Сделать Американские Уфологи Это Остановиться За много Километров До Зоны 51 И на Большом Расстоянии Ночью Понаблюдать Что же там Над этой Зоной Летает И вот Очень часто Они видят Как из-за гор Там Вылетает Некие Светящиеся Тела Объекты Из-за Дальности Расстояния Трудно Понять Что же Это За Объекты Ну Понятно Слухи Есть Что Это Испытываются Некие НЛО Подобные Аппараты Может быть Не без Этого Но Там Помимо Этого Точно Испытывалось Много Всего Как бы Военного В частности Там проходили Испытания Все Американские Аппараты Стелс И хотя бы Только из-за этого Следовало Эту базу Засекретить И так Сохранять В тайне Но В основном Вот Как бы Опасность Рассекречивания Этой базы Была связана С тем Что Очень опасались Что кто-то Сфотографируют Эти самые Лунные кратеры Достаточно Было Одного Снимка И что Называется В тайны Века Была бы Раскрылась Вадим Напоминаю Что у нас Огромное Количество Вопросов Время Уже Скоро Будет Три часа Кому Эфире Вот Это первое Второе Народ просит Все-таки Песню про Васю Мой Вася А вы нашли Ее Да? Конечно Отлично Вот Ну Давайте На этом На этом Мы Закончим Эту Часть Нашей Беседы Подытожу Подведу Итоги Краткие Того Что я Рассказывал Из этих Кратких Итогов Следует Что С одной Стороны Да Многое Из того Что мы Знаем Говорит В пользу Того Что американцы Все-таки Были На Луне Они Привезли Лунный Грунт И Объяснить Вот Этот Поступок Иначе Как То Что Это Сделали Именно Люди А не Какие Там Роботы И 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 Это Самый Простой Вариант И Скорее И Вероятнее Всего Этот Простой Вариант И Есть Правильный Но Точно Так же На основу Основаясь На Фактах Мы 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 Знаем Что Видео И Фото Документы Были Сфальсифицированы Не Просто В Голливуде Голливуд Это Лишь Такой Стереотип Они Были Сфальсифицированы Конкретно В зоне 51 Что К слову Сказать Объясняет Почему Очень Долго Это Место Тщательно Ретушировалось На Американских Версиях Гугла Земля Это Было Самое Последнее Место Которое Я не знаю Перестали Ретушировать Или нет По-моему Уже Перестали Просто Потому что Появились Аналоги Гугл Земле Например Яндекс Земля Где Естественно Уже Российские Специалисты Этого Уже Не Делали Вот Но Ретушировали Только С одной Целью Скрыть Наличие Кратеров Гигантских Образований На космических Снегах Было Очень Сложно И Нужно Понадобилось Несколько Лет Чтобы Эти Кратеры Уничтожить Уже Физически Уничтожить Вновь Бульдозерами Так Чтобы Затереть Следы Вот Этой Величайшей Фальсификации Это Было Сделано Но Я подчеркиваю Шила В мешке Не утаишь Вдова Стэнли Кубрика После смерти Своего супруга Очень обстоятельно И честно Рассказала Как происходили Эти съемки Так что Сомневаться В последовательности Действий Американцев Желающих Доказать Что они Красиво Победили Не просто Побывали На Луне А сделали Это очень красиво Им хотелось Это сделать То есть Если бы Ни их жадность Ни желание Заработать На этом полете Как можно больше Наверное Они бы не прокололись Но вот Как мы понимаем Они это сделали Так вот Теперь мы Все таки С вашего позволения Возвращаемся К нашим Васим Неожиданно Так Для меня самого Оказалось Что история С лунными загадками Связана С именами Наших Русских Вась Сейчас Как я понял Со слов ведущего Он нашел Замечательную песню В которой Зашифровано Имя Василия Павловича Мишина Который должен Полететь на Луну Вот Но Про эту загадку С Василием Мишиным Я уже рассказал Но не терпится Мне Загадать загадку С другим Васей Предыдущая песня О Луне Про белую дверь Да Про белую дверь Правда Там Не говорится Что это белая дверь На Луне Но Вот так вот Ассоциации Ассотецы Ассотецы Сработал у меня Я понял Что на самом деле Эта песня Тоже о Васе Ну конечно Это Василии Уважаемым Я не буду говорить Сейчас отчество О человеке Который знает Тоже все Этот человек Единственный Из известных Мне Пострадал За лунную Дверь Если быть Совсем Точным Вы помните Что был Такой Замечательный Писатель Фантаст Кларк Который Написал Книгу Одиссея 2001 года Которая Начинается С того Что на Луне Американские Астронавты Находят Гигантский Черный Обелиск Который Является Дверью В какое-то Иное Пространство Правда Там не белая Дверь А черная Дверь И с этого Момента Начинается Удивительная Цепь История Вот такая Экшн Триллер Или детектив Космический Первая часть Которого Называется Космическая Одиссея 2001 года А вторая Часть Космическая Одиссея 2010 года К слову Сказать Вот так В нашей истории Все переплетено Снимал Эту историю Экранизировал Пролунную Черную Дверь Я думаю Что уже Ну никто Не сомневается Что Экранизировать Такую Сверх Интересную Историю Связанную С Луной Должен был Только один Единственный Фантаст Кинофантаст Мира Конечно Вы поняли Что экранизировал Ее Стэнли Кубрик Вот так сказать Как в нашей истории Все лихо закручено Но пострадал За эту историю Почему-то Наш Советский Вася Вот Извините За интригу Если вы Догадаетесь То скажите Имя Этого Василия Но после песни Про Васю Ну что ж Ну что ж Значит С официальной частью Мы первой Закончили Теперь переходим После музыки Сразу перейдем К ответам на вопросы Как правильно понимаю Да Да Начнем с того Что это за Вася Пострадавший Да Это смешно Но Сегодня день Вася Хотя мы этого Не планировали Хорошо Да Всем Васям привет Итак Слушаем песню Которая Называется Мой Вася Насколько я помню Насколько я понял Ее Сочинили Как раз Те годы Про которые мы говорим Да И Там Вот Музыку Насколько я понимаю Это фельдсман А слова Ходосов Сочинили Вот Весенний цвет Весенний цвет Легко уроняет Липа И так далее Вот сейчас Народное славянское радио Для пытливых умов Продолжение слушайте В следующей части Продолжение следует... Продолжение следует...